всем привет привет девчонки спасибо что присоединяетесь мы ждем анастасию потапову привет привет сейчас она увидит наше оповещение при этом . и подсоединиться к нам я ее приму в нашу трансляцию до дождались вот я вижу она уже с нами сейчас я приму ее заявочку ожидаем привет 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 катюша всех вижу девчонки а вот и нате привет 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 давайте проверять звук привет девчонки напишите как слышно как видно ты меня хорошо слышишь видишь я тебя хорошо слышу но ты немножко квадратиками идешь меня по чисто по визуалу может быть у девчонок все у меня пока пропадает у меня пока пропадает почему-то звук немножечко у тебя девчонки напишите как видно как слышно и меня и настю вот у меня настя теперь вообще отлично видно тема у нас визуал который продает эта работа с instagram слышно хорошо нам пишут немножко подвисает у меня лично все слышно видно картинка да чуть расплывается до чутка настя показывает что наверное она нас плохо слышит все хорошо пишут но вот у меня настя подвисает на самом деле вот сейчас я переключил вай фай ушла подключилась к обычному интернету мобильному вот и все хорошо да все наладилось все отлично привет привет девчонки привет всем кто подключается вижу много знакомых всем привет да у нас сегодня а сейчас настя виснет или нет у меня вот сейчас все воприле еще и настя сейчас виснет или нет да у меня тоже сейчас все идеально сейчас хорошо отлично хорошо ну я думаю мы мы можем наверное начинать давайте уже запускай наши картинки сейчас я сейчас самую первую запущу правильно ага да я просто еще хочу посмотреть как я их в квадрате сделала ну может быть чуть-чуть будет там что-то незаметно но будет понятно за тобой если будет что-то прятаться я думаю что будет все равно понятно девчонкам так начнем с чего у нас с вами сегодня тема визуал который продает а я вам расскажу конечно эта тема такая достаточно большая разбираться в ней ну я бы не сказала что непросто но нужно натренироваться скажем так здесь очень важна насмотренность я постоянно про нее говорю про насмотренность во всем это важно и стиль одежды в первую очередь просто чтобы там кто-то говорит о мне не умею подбирать цвета я не умею сочетать вещи по цветам поэтому ношу всегда все однотонное допустим там какие-то total луки вот тут важно будет развивать насмотренность смотреть что хорошо с чем сочетается какие текстуры какие цвета и рано или поздно у вас начнет все складываться так как нужно здесь будет то же самое нам нужно отталкиваться от того что сейчас модно какие у нас есть тренды то есть вы я думаю понимаете да что есть страницы которые будут привлекательные которые не привлекательные соответственно что то сейчас уже будет замылено надоедливо а что-то такое более свежее интересное необычное вот я вам сегодня и постараюсь рассказать и уложиться в этот час который нам отводит инстаграм на один прямой эфир чтобы беспрерывно это все вы смотрели как вам сделать вот эту вот актуальную ленту та которая будет приводить вам новых подписчиков клиентов учеников у кого какие запросы какие цели кто преследует здесь так катюш давай наверное листай следующий слайд что важно для нас у нас есть три секунды то есть это то время за которое человек принимает будет он оставаться на вашей странице интересно ему ваша страница или нет всего лишь три секунды то есть где вы его лайкнули там или у вы где-то выскочили рекомендованным может быть вас кто-то где-то отметил человек заходит к вам в профиль смотрит на него и оценивает вот это вот принимает он важное для себя решение интересно ему или нет будет он оставаться и читать вас вот за эти три секунды что нам в этом может помочь это ваша фотография которую аватаркой да принято называть шапка профиля актуальные истории и последние шесть-девять публикаций но как бы если мы говорим о последних шести-девяти публикациях мы с вами сразу делаем вывод о том что в принципе всегда все публикации должны быть правильно подобраны по цветам должны быть качественные интересные цепляющий взгляд то есть мы можем сразу вернуться с вами к нашему не прошлому а позапрошлому эфиру так тренды продвижения и вспомните что я говорила о контенте так скажите мне пожалуйста есть здесь в эфире у нас те люди которые недовольны сейчас своим визуалом и хотели бы что-то изменить там поставьте плюсики или что именно вам не нравится у себя в ленте что в фотографиях не нравится чтобы вы поменяли кать тебе никто никакие вопросы не писал нет нет никто не задавал а как сейчас звук ну нормально я вообще думала что эта машина какая-то проехала там за окном тебя ничего нормально эхо нет поэтому оно не мешает но в мне по крайней мере хорошо но я думаю если ты нормально слышишь он тоже нормально слышно я просто весь день об этом думала мураки завозились опять почему сегодня я думаю интересно они закончат или нет они ждали когда ты выйдешь прямой эфир просто мне они целый день жужжали я просто перебралась в самую-самую дальнюю от этого канали комнату все равно здесь слышно так всегда хочется что-то поменять визуал в ленте и качество работ ну качество работ это уже тут маникюр наверное качество съемки его можно только практикой изменить потому что здесь нужно просто тренироваться 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 и фотографии у вас начнут получаться самое главное понимать что вы хотите вот эта цель должна быть перед вами и естественно у вас получится в скором времени так сейчас я сомневаюсь своем у вас получится в скором времени хорошие фотографии которые будут вам нравиться будут вас устраивать самое главное понимать что вы хотите в лого сомневаетесь ну если это то лого которое стоит у вас вот сейчас на аватарке ваше изображение ну просто я как рассказывала уже в предыдущих эфирах логотипы такие я не понимаю что там то есть то ли у вас он еще похож на какие-то цветы роспись вот так вот на маленькой этой картинке то ли это может быть цветочный то ли это ткань то ли это посуда то есть я вообще бы никогда не поняла чем вы занимаетесь и у вас студия в а викторе ну я бы поменяла да лучше на ваше изображение я уже рассказывала то что там должна быть или какая-то ваша работа крупно сфотографированная красивая интересная которую хочется посмотреть либо вы но все-таки если прямо от последних трендов отталкиваться вы и там должны быть вы и желательно веселая открытая с улыбкой яркая какая-то фотография с однотонным фоном так поехали фотография шапка актуальная лента все это должно быть оформлено вы должны понимать как у вас все это будет выглядеть вы должны все это должно между собой безусловно сочетаться и давайте теперь детально про каждый вот смотрите я здесь привела пример свою страницу естественно потому что так проще всего будет и не пример еще одного мастера мне как то я просто открываю своих подписчиков сразу прошу прощения если точнее даже не прошу прощения я не хочу никого обидеть если здесь кто-то увидит свою страницу свой аккаунт я имена везде закрыла чтобы прям вот лично никто не обиделся а примеры фотографии то есть я смотрю из своих подписчиков естественный лист подписок или из подписчиков я беру примеры вот этих вот аккаунтов которые неправильные потому что проще всего сделать разбор визуально не то что я вам буду рассказывать что правильно сделать вот так и вот так я вам приведу примеры конкретно на каких-то вот прям аккаунтах где будет видно что не так и я вам объясню почему не так здесь так он давний старый поменять ну я бы если бы я это был мой логотип я бы да поменяла бы конечно так нет единого стиля против ужасно основное фото поменяйте фото на свое девчонки все прям вот сейчас себе записали первое действие которое вы должны сделать это сделать новую аватарку для себя и там должны быть вы красивая веселая не обязательно делать профессиональную фотосессию есть возможность пусть будет профессиональная она есть можно самим сфотографироваться не менее хорошо неправильное имя на втором фото ну смотрите я сейчас буду рассказывать здесь как примеры которые правильные по стилю именно то есть здесь первый профиль это мой а если мы будем говорить о названии аккаунта вану должно быть короткое желательно уникальное уникальное это у меня название water knails то есть мало кто встретит какое-то название water зато много можно встретить названий там какой-нибудь сахар зефир или какие-то понимаете да о чем я говорю про какие-то пример слова вот эти вот замыленные зефиры сахара шоколады какие-нибудь черри еще что то то есть вот эти студии такие названия вы просто даже рискуете встретиться в одном городе и испортить репутацию себе из-за другого салона то есть есть в городе два салона под названием черри это реальный пример у меня был кто-то изучил какая-то ученица на курсе рассказывала что у них в городе там три-четыре салона черри креатива нету у конкурентов у кого-то просто был была студия кто-то в любом случае открылся первой и увидели так мне нравится название черри быть моя студия тоже называется также вот здесь есть риск то что я схожу в студию черри и скажу мне там сделали плохо а моя подруга подумает совершенно другую студию черри они не являются сетью и сделает вывод о другой то есть испортится элементарная репутация просто из-за другого салона поэтому название лучше путь будет уникальное но будет запоминающиеся вас никто ни с кем не перепутать название не должно быть цифр потому что никто никогда не запомнит какие цифры там у кого-то 78 или 73 или 74 особенно если это большой какой-то набор цифр то есть нет смысла указывать какие-то цифры у вас должно быть короткое и читаемое название то есть не очень длинная если это фамилия окей пусть это будет фамилия на чтобы она легко читалась чтобы человек прочитал могут иванова все понятно а если это будет какая-нибудь сложная фамилия где будет там согласных буквы 3 4 подряд которые тяжело выговариваете проговаривается где буквы по-разному можно прочитать там как букву к или как букву с могут возникнуть трудности опять же потом если а вас кто-то будет где-то рассказать скажите я не помню как этот салон называется вот скажите я пришлю потом ссылку и забудет и все а если у вас название будет такое легкое запоминающиеся короткое вам легче будет по сравнению радио продвигаться и также если к один другому скажет клиенту там или подругу подписчику там о том где он делает ногти да как совет вас будет кто-то рекомендовать не скажет там какое-то название вот так допустим я его виду вот так я найду себя сто процентов это будет легко вот второе слово это будет вы желательно указывать род деятельности не обязательно но можно допускается это nail slash hire там маникюр ногти можно просто латиницы русское слово какое-то писать всегда будет понятно о чем ваша страница там где имя у вас должно быть написано имя это не имя ваше марина там какая-нибудь а курс маникюра род деятельности ваш как вас будут искать то есть то что будет отображаться в индексе поиска никто не будет по имени фамилии искать человека только одноклассники потенциальный клиент будет искать маникюр воронеж или там маникюр метро такое-то согласно да я думаю со мной все да конечно да кто-то пишет нужно маникюр и город указать да все правильные реки нужно маникюр и город по имени ищут только филиппа киркорова да 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 то есть вы не такие если вы очень медленная то вы можете написать очень вы известны вы можете написать вообще все что угодно вас и так будут знать вы будете на слуху будут знать как называется ваш профиль и вас в любом случае найдут если еще не достигнут этот уровень то лучше максимально удобство создать для вашего потенциального клиента ну как шапку профиля заполнять я чуть-чуть рассказывала позапрошлом эфире здесь нужно сформировать уникальное торговое предложение и как-то писать о том что вы можете решить вашу боль вашего клиента то есть вам нужно определиться то есть надо поменять то есть кому а второй я не на это станет про это сейчас как пример в стилевом решении то есть не конкретно разбор как шапки а сейчас цвета сочетания то есть визуально и у это неправильно вам нужно поменять своими вам нужно написать где вы работаете и что вы делаете то есть то как будет вот представьте как будет вас искать потенциальный клиент ваш и это и написать то есть меня ищет как курсы маникюра воронеж мои клиенты ученики мои потенциально и будут искать обучение маникюру курсы маникюра и вот у меня это в индексе поиск и стоит то как меня будут искать смотрите на актуальные обложки сейчас мы вернемся с вами к шапке профиля чуть попозже на примерах которые неудачные на анти у вас должны обложки актуального быть оформлены в каком-то там цветовом решении вы сами определяетесь что это будет за цвет и также у вас должны гармонично с этими обложками актуального из вашей фотографии сочетаться фотографии в ленте то есть все это примерно должно выглядеть как единое целое и вам в пример я вот привожу два этих профиля свой и профиль еще одного мастера то есть видите да у меня тут все такое в серо-бежевых тонах и немножечко есть фисташкового цвета а у во втором примере у нас такие персиковые бежевые оттенки то есть все красиво и аватарка красиво и актуальны в этом же стиле плюс там ногти но они сюда чуть-чуть не влезают там тоже есть прям серенький какой-то бежевый и персиковые тона присутствует в фотографиях вот дальше катюш картинку включите здесь у нас антипример фотографий которые должны быть на аватарке мастера маникюра здесь вот эти фотки это реальные страницы мастеров маникюра то есть это там не личные страницами еще какие-то реальные страницы мастеров маникюра я не советую ставить сэлфи здесь есть девочка вот прям близко лицо там прям глаза аж в кучу съехались из-за того что близко делают селфи человек смотрит на себя как он там нормально получается или нет девочка зеркало фотографируется блондинка тоже фотографии размыты не очень хорошего качества калаш ну тут понятно я даже не понимаю человек там или пингвин какой-то на байкале ходит на каком-то замерзшем озере что там происходит вообще вот есть обувь это прям вот самый верхний левый угол там просто сфоткана черная обувь на снегу и это рабочие страницы девушка в купальнике это больше для личной страницы подходит и страница такая фэмили там муж женой и обручальные кольца я бы подумала что это страница людей просто вот вы знаете семьи делают одну на двоих страничку и вот я бы подумала что это профиль вот такой какой-то семейный и это ночевой профиль да это все абсолютно это все прям активные страницы абсолютно все это рабочие страницы там кроме ногтей вообще нету ничего на этих профилях дальше у нас куколка куколки тоже про них позатом эфире рассказывалось сейчас уже не такие актуальные у нас потому что все их друг у друга копируют они как бы все одно на одно похожи уникальности в этом нету ну и плюс это уже не очень много поэтому нет смысла ставить на аватарку этих куколок и фотографии такие аля для журнала сделаны какие-то профессиональные такие для как их называют фэшн тоже потому что они встречаются у нас их можно легко найти на просторе интернета в интернете или в гугле где-нибудь в общем их не так не так сложно откопать и они встречаются у многих мастеров то есть опять же здесь нет никакой уникальности профиль с один с другим можно перепутать и в общем-то я не вижу в этом смысла и не рекомендую вам использовать такие фотографии сейчас у нас времена личного бренда его нужно усиливать продвигать максимально и ваш клиент должен понимать кому он приходит вы должны быть сфотографированы на однотонном каком-то фоне без разницы какой он будет серый розовый здесь будет зависеть все от того какая у вас концепция визуальная цветовая вашей ленты вашего всего профиля и от этого вы отталкиваете принимаете решение на каком фоне вам фотографироваться старайтесь чтобы там не было у вас ни памятников ни деревьев ни каких-то людей посторонних чтобы вы были одна и ничего сзади вас не было и максимально близко но вот максимум по грудь чтобы в этом располагались здравствуйте всем кто подключается про фотографии я думаю понятно да зеркал мне все понятно от ли отлично прям все объясняешь очень так давай тогда переходим к следующему что у нас больше у нас с вами только мне перелеснулся а вот анти примеры которые я сюда собрала у нас здесь везде вот как раз таки и будет стоять имя а не то чем вы занимаетесь это мы ставим минус с вами да сразу пометочку ставить и мы так не делаем дальше у нас с вами обложки актуальных историй абсолютно никаким образом не оформлены либо оформлены частично то есть у них либо нету обложек на историях либо там на каких то есть вот верхний профиль там есть три обложки двух нету обязательно смотрите чтобы у вас они были были сделаны полностью на сегодня я расскажу и посмотрю вопросы обязательно чтобы они все были в каком-то единым цветовом решении в одном стиле они могут быть разного цвета я сейчас тоже их покажу как пример который можно взять как пример дальше не используйте очень много смайликов различных то есть либо вы их используете но в каком-то там определенном цветовом решении то есть либо все там черные либо голубые белые выберите их и поставьте какие вам нужны но я вообще бы не советовала бы вам использовать сейчас у нас инстаграм шапку профиля с узел то есть ее чтобы полностью посмотреть нужно нажать на кнопочку еще иногда не хочется вообще этого делать поэтому вот самое важное это нужно в первые две строки внести также у вас там обязательно должна быть кнопка связи то есть у вас бизнес-профиль я думаю что у всех подключен потому что здесь тоже у всех есть выбрана категория товар услуга искусство здоровье красота у всех выбран то есть соответственно вы можете сделать кнопочку позвонить или написать звонить кнопкой не всегда удобно потому что очень многие вечером смотрят ищут себе мастер и могли бы сразу отправить сообщение но они не могут это сделать потому что есть только возможность позвонить а звонить ночью никто не будет а до утра она уже может найти себе еще какой-нибудь профиль в которой она может в какую студию она может записаться ваша потенциальная клиентка поэтому лучше сделайте себе ссылочку на ватсап у нас есть шапки профиля когда вы заполняете информацию место для сайта вот место для сайта можно не писать ваш сайт можно не делать топлинг можно просто ставить туда ссылку на ватсап если кто-то не знает как она подключается можете после эфира написать мне в директ и я вам пришлю вам просто останется чтобы вставить свой номер плюс 7 и дальше номер телефона как у вас или плюс сколько у кого какой кто из какой части света нам смотрит сейчас эфир и будет мне писать вот вы просто вставляете туда свой номер телефона и вставляете вместо сайта и когда человек будет нажимать вы можете написать записи стрелочки опустить вниз и когда человек захочет вам записаться он нажимает на кнопочку и сразу у него он переходит в ватсап и у него открывается диалог ему не нужно вот как здесь записи вопросы ватсап и прикреплен стрелочка и прикреплен ватсап здесь вот это у единственной девушки из кыргызстана есть такая история а у всех остальных просто написан ватсап и на на номер то есть я не могу позвонить я не могу он не кликабельный мне нужно его куда-то скопировать я его не могу мне его нужно куда-то переписать а потом только позвонить это очень неудобно мы максимально если вы хотите продвигаться если вы хотите получать клиентов чтобы инстаграм вам клиентов приводил вам нужно максимально удобности сделать для вашего клиента чтобы он просто вот одним нажатием пальчика мог вам написать позвонить чтобы вот все-все дорожки, которые могли бы к вам привести, к диалогу к вам, у вас были. То есть максимально все удобно для клиента. Прайс, чтобы он мог посмотреть, когда вас добраться, чтобы ему легко было вам написать, позвонить. То есть все-все-все это должно быть у вас вот оформлено на верхней части вашего Инстаграма. Чтобы он не искал, не листал, долго, не тратил время на это. Не принимал решение. Там я ничего не нашел, значит, я не пойму, сколько у нее стоят ногти, я не вижу ее прайса, я не пойду к ней. То есть такого не должно быть. Все вот прям близко и наглядно должно быть. Ну и по оформлению ленты. Тут не очень много ногтей. Здесь неправильный контент, фотоконтент. То есть фотографии, которые есть, они все не очень красивые позы. Здесь есть лампа, здесь то, как делали, возможно, в году 2014. Так лучше не делать. Если хотите, чтобы ваш Инстаграм продавал, если хотите, чтобы ваш Инстаграм приводил к вам клиентов, значит, мы с вами должны развиваться не только в сфере маникюра и уметь делать красивый, чистый маникюр, безопасный маникюр, качественный, но еще и красиво фотографировать и продавать свои работы. Это единственное. То, как вы можете рекламировать себя, да, сейчас. Я не думаю, что кто-то покупает рекламу там в журналах, по телевизору, на радио, где какая-то большая крупная реклама лифта. Я допускаю, что у нас, допустим, в Воронеже это очень популярно для студий маникюра, реклама в лифтах. Но, опять же, она куда-то должна вести, то есть либо на ваш сайт, либо на ваш Инстаграм. Чтобы эта реклама работала, вам нужно в любом случае тогда упаковать, правильно оформить Инстаграм. Если мы заходим в Инстаграм и видим, что там 2014-2013 год, то неинтересно. Уже есть много красивых профилей, где мы можем с вами сделать ногти, выбрать что-то интересное. Поэтому нужно обязательно всем над этим работать. Последняя страница, я еще тоже хотела на это внимание обратить, она вот самая нижняя из этих трех. Там просто смешно очень все. Там и она и мама, и стилист, и ногти, волосы, помада, визажист, я так понимаю, стилист, визажист, мастер, наверное, плюс мама. Там написано визажист, стилист, и мама, и все. Да, очень много всего. Там внизу очень много ребенка, и то есть я в итоге, и при этом там и работа есть. И при этом вообще непонятно, о чем этот профиль и что человек хочет. То ли он работает, то ли он блогер, то ли он мама, и плюс бьюти-блогер, то есть абсолютно непонятно. И это бизнес-профиль, здесь товар-услуга стоит в категории выбранной бизнес-профиля, но как с ней связаться? У нее есть на электронную почту, я не думаю, что у нас кто-то переписывается сейчас по электронной почте. То есть очень мало информации, ничего о работе в актуальных, то есть я бы не пошла бы, даже если бы вот прям красиво было бы, там фотографии какие-то очень привлекательные были, потому что мне мало информации, чтобы вот принять решение, чтобы я пришла к этому мастеру. Поэтому нужно прям вот все продумывать вот и до. Катюша, следующий слайд. Здесь как раз мы с вами поговорим про актуальные обложки. Вот сейчас хайлайты, самые популярные, выглядят примерно таким образом. То есть вот когда мы видим с вами разноцветные кружочки, без всяких названий, без всего, просто однотонные, и либо они там градиентом, там от темно-коричневого либо светло-коричневого, либо это просто красивое сочетание цветов, там есть и оттенки какие-то, комплементарные цвета, просто красиво сочетающиеся. То есть это примерно у нас уже год, где-то год-полтора этим все пользуются. Сейчас это набирает большие обороты, то есть уже больше-больше случаев это можно встретить. Самые последние, которые используют актуальные обложки, это люди. Черно-белые фотографии, либо в перемешку с текстурами с какими-то, это вот на нижнем, в нижнем примере можно посмотреть подкать, как раз таки, где у нас есть просто фотографии какие-то. Там могут быть фотографии мастеров, там могут быть ваши фотографии с одной фотосессией, там могут быть вот в перемешку с какими-то там текстурами или еще фотографиями журнальными. Самое главное, чтобы они все были в одном стиле обработаны, чтобы они все были там либо сероватые, либо бежевые какие-то. Примерно один оттенок должен быть, чтобы это все гармонично между собой смотрелось, а не выглядело так, как будто это не продуманная обложка, а просто как будто там стоит в актуальных какая-то история у вас, и она просто не закрыта обложкой. То есть может и такой сложиться впечатление от таких актуальных. Настюш, ты скажи нам, вот какие актуальные сейчас, более актуальные, именно те, которые просто одноцветные, и там может быть амбре от одного к другому, или вот уже с какой-то фотографией, вот что будет лучше? Самые-самые, которые последние сейчас, они еще как бы актуальные, это те, которые пользуются спросом наибольшим. То есть сейчас в большинстве случаев все-таки можно встретить как раз-таки градиенты, вот это сочетание цветов красивое. А то, что заходит только, то есть новое, более такое свежее что-то, незамыленное еще, это вот как раз-таки с людьми. То есть вы здесь уже сами принимаете решение текстуры. Вот мне нравится средний пример, там, где две руки друг к другу тянутся, это такая оранжевая терапия. Да-да-да. Вот видите, там есть одноцветные, и они при всем при этом смотрятся, они разные, но они смотрятся между собой очень хорошо. Особенно, когда у вас будет красиво, и так же примерно там по оттенку фотография вас, аватарка, да, будет такая стоять, и в этом же оттенке у вас будет подобрана лента, все будет супер гармонично смотреться, и это будет не заезжено. То есть вот такие кружочки у меня сейчас актуальны и выглядят вот просто в комплиментарных цветах, сочетающиеся между собой. Да, мы видели, да-да-да. Вот, я продумываю пока планы от этого, отхождения от этих историй, обложек, но еще пока не нашла те, на которые бы я хотела поменять. То есть еще нет какой-то точной идеи. Вот, поэтому пока они остаются такими, но я в скором будущем, скорее всего, их поменяю. Поэтому вы должны понимать, что заходит тренд вот такой сейчас. Поэтому имейте в виду, что уже можно... Спасибо большое. Если у вас еще, допустим, не было однотонных, вы можете уже их не делать. Делайте другие. То есть я бы так, скорее всего, посоветовала бы. Если мы про однотонные будем говорить, потому что следующий слайд выключите, пожалуйста. Если будем про однотонные говорить, как их взять? Вам просто нужно набрать в Гугле, в Интересте, в Яндексе сочетание цветов. Вам выдаст огромное количество разных цветовых решений, сочетаний, и вы просто можете растянуть эту картинку, заскринить, и вот так заскринить несколько картинок, а потом сделать это обложками актуальных. Актуальных отредактировать, просто нажимаете на «Актуальные», там будет три точечки у вас, отредактировать обложку, и загружаете из галереи нужную вам обложку. Это могут быть градиентные, то есть вот как здесь, да, в нижнем примере очень много всяких разных оттенков я брала, то есть и черные, и розовые, и мимимишные. Картинки для обложки в Интернете, ищите, есть в Интересте, это самый прям, мне кажется, простейший будет, где много всего. Также просто можно нагуглить их, можно в Яндексе найти, просто вы смотрите, что будет сочетаться, можете обработать, фильтры наложить на картинки, если они у вас по оттенкам будут одинаковы, вы можете положить один и тот же фильтр на эти картинки, и посмотреть, как у вас это все сочетается. Будет очень круто. Просто чем индивидуальнее, чем креативнее это все сделано, тем, точнее, чем креативнее, да, как вы к этому подошли, то есть вы сами доработали, не просто взяли готовые картинки, а доработали их как-то, свою какую-то лепту внесли в них, фильтром обработали. Если вы можете работать в таких приложениях, как Canva, знаете про них, ну там, в принципе, несложно работать, там есть куча всяких разных инструментов, это такой графический редактор, Photoshop тоже туда же пойдет, вам нужен один цвет какой-то взять, фон синий, там, допустим, или зеленый, и на него наложить разные элементы, мазки, кружки, то есть если вы, допустим, в абстрактном стиле хотите сделать какие-то картинки, то есть вы их можете не искать в интернете, а сделать самим, это несложно. Ну, если умеете, вообще супер, вы легко это сделаете. Если не умеете, но хотите, вы просто можете посидеть, поразбираться несколько там денечков и для себя что-то сделать, посмотреть, что вам нравится, вдохновиться где-то и сделать себе. Такого точно ни у кого не будет, только если просто возьмут, скопируют ваши, просто их возьмут, прямо отскринят и сохранят себе и сделают. Но я думаю, что это будет достаточно сложно. Из Инстаграма, из актуального, что-то там у вас скопировать. Вот. Так, с оформлением актуальных обложек, я думаю, все понятно. Понятно, девчонки? Прекрасно все. Хорошо. Мне, человеку, который вообще в этом плавает, мне очень все понятно, я хочу уже поскорее взять и переделать свои актуальные истории. Все отлично. Так. Сейчас, если это аккаунт небольшой-большой студии, небольшой-большой студии, личное фото актуально, не будет ли это ассоциироваться, что это мастер-одиночка? Если у вас студия, и вы в городе достаточно известны, то вполне себе это может быть логотип вашей студии. То есть если, ну вот, допустим, у меня студия Вотрак, школа-студия. Я в Воронеже известна. Про меня многие мастера знают, может быть, все даже. И мне, в принципе, я могу использовать. То есть у меня есть аккаунт для студии, и студия моя как раз-таки там обложка стоит Вотрак. То есть когда люди наберут ногти и маникюр в Воронеж, ученики или какие-нибудь клиенты, вполне себе возможно, что они визуально узнают мой логотип. Так как это маленькая картинка, и там непонятно, что написано. Там вот у вас и цветочки, или вот, я не знаю, может быть, не цветочки. Но так как картинка маленькая, я предполагаю, скорее всего, что это цветы по кругу идут, и там внутри какая-то надпись. Я могу подумать, что вы кондитер, а может быть, вы студия. То есть у вас написано на LCL, я понимаю, что это ногти. Какая-то страница, аккаунт человека, который занимается ногтями, либо студией маникюра. А так, если я буду смотреть просто на картинку, я могу подумать, что она вообще к любой сфере может относиться. И к магазину, и к цветочному магазину, и к магазину одежды, и к кондитеру какому-нибудь. То есть абсолютно любое. Поэтому я бы, наверное, либо работу поставила, либо вас. Либо логотип, но прям логотип, это вот прям буквы какие-то, может быть, чтобы это можно было легко прочитать. Чтобы меньше, но мелких каких-то деталей было. Ну, а так, конечно, тут дело вкуса, и вы должны сами понимать и принимать решение, что это же лицо вашей студии, и поэтому никто, кроме вас, не решит, как лучше. Я могу только дать просто практический совет. Зашла бы я к вам, там, интересно мне бы было или неинтересно. То есть для меня таких очень много. Обложек, я бы вот даже не могу сказать точно, это вам прям на заказ делали, или просто это есть какие-то, есть такие сайты с бесплатными картинками, и вы туда просто вставляете свое название, и он вам там определенным шрифтом его пишет. Может быть, это вам так делали. То есть я не вижу уникальности в этом. Я бы по-другому подошла бы к оформлению фотографии своей студии. Лицо студии сделало бы немножечко более уникальным, каким-то эксклюзивным или креативным, скажем так. Так, дальше. Вот это у нас антипримеры. То есть это такие у нас актуальные обложки были еще давнее, чем однотонные. Так мы уже точно не делаем. Если у вас таких не было, значит, и не ставим их. Если они были, значит, срочно сейчас после эфира начинаем их менять. То есть ничего там нарисовано не должно быть, ничего написано тоже не должно быть внутри актуальной обложки. Все пишем под обложечкой. А вот эти значки просто это уже замыльно заезжено, неинтересно, невкусно, скажем так. Поэтому уходим от этого. Дальше. Здесь как раз вопрос о том, что, по-моему, Катя наша написала, что всегда хочется в ленте что-то поменять. Не вам одной. Хочется в ленте что-то поменять. Эта бесконечность так всегда будет. Мы приходим к какому-то визуалу, который нам нравится. Мы от него кайфуем какое-то время. А потом нам надоедает. Либо просто надоедает, либо что-то выходит из моды. Вот трансформация моего профиля такая до, наверное, Нового года, как он примерно выглядел. Он тут вот до осени скрин. Ну, до Нового года он примерно у меня и был вот такой вот в темных таких оттенках, коричневых. То есть если мы возьмем там год-полтора... Ага, да, Катя, ты. Бесконечная лента. Полтора года тому назад. Было очень модно. У нас была такая лента, когда мы открываем профиль, и вот там все фотографии так между собой перемешаны, углами накладываются друг на друга. И очень это красиво смотрится, как витрина. Это прям вообще необыкновенно выглядит. Прям вот круто. Но если мы берем каждую публикацию как одно целое, когда мы в ленте видим такие публикации, они смотрятся достаточно странно. То есть у нас есть фотография ногтей, и отсюда торчит еще какая-то часть фотографии. И они собирали мало лайков. Они не очень красивые. На них вовлеченности было меньше, чем на фотографии, которые у нас вот хоть на выбеленном фоне, хоть вот такие вот тут темные, коричневые. Бесконечка собирала меньше просмотров. И вовлеченности у нее было всегда меньше. Поэтому если кто-то вдруг хочет, кому-то нравится, знаю, что есть такие девчонки, и хотят сделать бесконечную ленту, то тоже не делайте. Все это уже в прошлом. Все, проехали, забыли про это. Когда-нибудь она обязательно вернется, возможно, и еще раз попробуете. Ну, вообще, я считаю, что это неоправданно, потому что их... Если шаблоны покупать, это не так красиво смотрится, потому что это как будто в рамки просто. Вы в рамку вставляете свою фотографию и заливаете ее. Если делать вот такую более сложную ленту, где вот все связывает какие-то линии, фотографии пересекаются между собой, это только в фотошопе делается. И то есть вам нужно, вы сфотографировали работу, в телефоне ее обработали, перевели на комп, на компе, отредактировали все это в фотошопе, потом отправили, ну, либо на телефон, если у вас есть связь, да, допустим, там, iPhone, Mac, там, или еще что-нибудь. Вы... Это все еще легко между собой будет функционировать. А если это у вас еще какой-то другой, ноут, компьютер сторонний, который не будет коннектиться с iPhone, это будет сложнее. То есть это все через почту нужно делать. Очень много манипуляций, это затрачивает очень много энергии. И в итоге эта лента не собирает лайков столько, сколько бы хотелось, не комментирует, не сохраняет. И вообще непонятно, для чего этот сербор весь нужен был. Вот. Выбеленные жесткие фотографии тоже у нас уже не фотографируем мы так. Всегда фотографии стараемся смягчать. Если мы делаем даже на белом фоне фотографии, такие, как там в лодбоксах, либо там на подставочках, на фотофонах, то старайтесь, чтобы как можно мягче были эти фотографии, не было теней, никаких жестких теней не падало. То есть все-все более натурально. Я это объясняла позавчера, наверное, позавчера. Третьего числа в эфире. Да? Да, да, да. Вот. Значит, вспоминаем предыдущие уроки наши. И такими тоже не пользуемся этими инструментами. Все это уже не модно. Сейчас у нас, помните, да, тренд «ноу фильтр». То есть обработка должна быть, но максимально естественная. Как будто обработка без обработки. Натуральные, светлые, естественные. Какие-то тона. Могут быть и темные, но вы должны знать, что по статистике люди охотнее просматривают профили, которые светлые. Безусловно, можно сделать темные, черные. Вот такие темно-коричневые, как у меня. Но он тяжелый. То есть, я думаю, вы сами видите в сравнении вот так вот две картинки. Светлый профиль, в нем больше воздуха. Его как-то легче просматривать. На него дольше можно смотреть. Если смотреть вот на этот темный, каждая фотография очень красивая. Сама по себе. Но вот так вот все вместе, это тяжело смотрится. Они прям такие темные, грубые. И вот мне не хотелось бы долго смотреть и рассматривать темный профиль. Дальше. Переходим с вами плавно к стилю аккаунта. Что должно быть у вас? Как вам понять, что делать? Какой он должен быть? Я здесь сделала несколько примеров. Там будет несколько слайдов. Катя, сейчас перелеснешь. Сейчас или? Нет, нет, нет. Как пример я вам сделала мудборды. Это реальные профили где-то, где-то мудборды наши собраны. С вариантами, как вы можете сделать, какие цвета, сочетания цветов, как могут выглядеть ваши профили. Для них можно сделать специальные какие-то фотосессии профессиональные. Можно самим работать. Можно брать какие-то сторонние картинки из того же Pinterest. Можно делать оборудование. Можно вопрос вот в тему. Что такое мудборды? Ну, это вот пример, вот как выглядит профиль. Вот собранные просто картиночки я сейчас расскажу. То есть вы просто заливаете туда фотографии как пример. И потом от этого примера вы сформируете свою ленту. Я сейчас дальше покажу. Расскажу поконкретнее, чтобы понятно было. То есть если вы хотите гармонично сочетающиеся между собой фотографии, красивую ленту с каким-то прям вот хорошо выдержанным и заметным стилем одним, то вам без такого заранее планирования предзапуска ваших предпросмотров вашей ленты вам не обойтись. То есть просто так делать фотографию, обрабатывать ее, заливать в Instagram вы не сможете. То есть обязательно нужно заранее просматривать, как это работает. Есть ли приложения, в которых можно заранее ленту выстрелить? Конечно, я сейчас про них расскажу. Конечно. И расскажу еще, как... Давай дальше листать. Вот я собрала в разных оттенках такие профили, которые, вот можно сказать, что сейчас очень модные бежевые, да, профили какие-нибудь там коричневые или бежевые. Я вот вам там с зеленым более яркие такие предыдущие слайды. Вот здесь вот такая классная кукольная, очень похожая на... Как J-Bar, да, есть франшиза Nail Studios или салонов красоты, у них, по-моему, там все взгляды есть. То есть они вот такие вот в ярких тонах, но очень похожий вот этот вот розово-сиреневый профиль на J-Bar по стилю. То есть можно всякие разные делать. Вот здесь вот второй нижний профиль с серым, он прикольно сделан. То есть тут просто несколько белых фотографий, они в определенной последовательности идут. То есть если вот самая нижняя у нас белая будет фотография, потом три фотографии, они все разные. То есть это не какие-то там разрезанные фотографии. Потом идут три фотографии сереньких там с коричневыми оттенками, потом две идут белых, потом опять две серых. То есть вы можете посчитать, как сделать так, чтобы вот такой вот угол был из белых фотографий. И то есть это смотрится, ну вот это вот порезанная, да, белая фотография, она как одной полоской смотрится. То есть сделан макет, и он разрезан на две публикации. Вот, ну вы должны понимать, что в ленте не очень хорошо они заходят, но вы можете делать просто отдельно две фотки белых или просто светлых. И это красиво будет смотреться такими какими-то там линиями. Это называется геометрия в профиле, когда вы можете выстраивать каким-то образом определенную свою публикацию. Здесь вот в верхнем профиле персиковый вот так вот в линию диагональную выстроены. Но я не придерживаюсь этого, и, ну, лично мое мнение тоже, это уже немножечко в прошлом, когда у нас каждая какая-то, помните, столбиками было, помнишь, так отделали там какой-нибудь. Здесь у нас была информационная колонка, здесь расписание курсов в этой колонке. То есть вот так вот делали. А здесь там сам мастер. Да, 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 да. То есть я бы уже вот эти столбики не делала, потому что тоже не очень это актуально. Но уже и вот эти диагонали, и никакие разметки в хаотичном порядке, но чтобы это все сочеталось друг с другом. Там где-то две светлых будет, где-то прям одно темное яркое, потом три лежевых шли, ну, чтобы они, самое главное, красиво у вас гармонично смотрели. Давай, следующий пример. То есть вы пока можете вдохновляться. Вот этот вот профиль, вообще, мне прям сегодня он случайно попался. Я на него залипла, у меня прям слюни аж потекли, он нереально красивый, он такой натуральный весь с таким фисташковым оттенком, прям очень клевый. Вот это как пример того, что вы можете тоже сделать себе. Это не ногтей, это личный какой-то профиль просто какого-то блогера. Вы можете сделать такой же, просто адаптировать это под себя. У нас есть разные с вами аксессуары, да, мы можем тарелки какие-то там, вазочки поставить, статуэтки, стаканы. Также сделать фотку с мороженым, сделать модель, взять модель себе, сделать ей ногти, съездить с ней. Ну, это, конечно, не в условиях сегодняшнего, да, карантина. Ну, в общем, на будущее что мы можем делать? Поехать, узнать, где продается это мороженое. Поехать туда купить мороженое и нафоткать ногти с этим мороженым. Это будет нереально круто, это очень красивый фотографик. Также авокадо можно разрезать и с авокадо, сфоткать брошки с авокадо. Могут быть какие-нибудь журналы с такими, какими-то деталями, страницами зелеными. Просто все собирать, все-все предметы, которые вам будут попадаться в этом оттенке, все это покупать и потом реализовывать, вот так вот фотографировать работы. Клиентка какая-то к вам пришла в свитере, который будет в этом оттенке с ней или футболке, фотографировать так. И педология, почему нет у вас педологии, могут быть какие-то картинки, обложки вы можете ставить в каких-то цветах, вы можете и без обложек выкладывать фотографии, можете с обложками, какие-то у вас могут быть посты информационные или с вашим расписанием продающие посты, где вы будете ставить обложечку и на обложке писать там расписание свободное на май или там карантин, и у вас будет вот такая вот оливковая обложка. Масса вариантов. И неважно не привязывайтесь к... Профиль педолога тоже может быть единым, стильным каким-то, и неважно, что там мало эстетики в нем, хотя как бы она все равно есть. Просто вы можете разбавлять вот эти вот фотографии ваших работ, обложками какими-то или какими-то картинками, на которых вы будете писать какую-то информацию там. Может быть, уходы вы какие-то будете писать, там уход за сухой кожей или наоборот за гипергидрозом, что делать, ноги там потеют. Ну, в общем-то, вы можете все это придумать себе дома. Как ухаживать, как правильно крем подобрать, какие фирмы, какие крема, на ваш взгляд, кремы хорошие, которые помогают там справиться с той или иной проблемой. Просто нужно задаться целью, скажем так. Вот, да, этот профиль мне нравится тоже. Он самый прям вот из всех, которые я вам, например, сейчас передела. Мне он прям может быть, потому что просто я его только увидела, и мне он больше всех теперь нравится. Но очень красивый. Дальше, Катюш, еще слайд. Что там у нас будет сейчас? Так. А это вот вам пример, как сделать, как выбрать. Вам нужно определить, какие цвета вы любите. То есть я тот человек, который очень любит бежевый и серый. Я думаю, все уже об этом знают. Я последнее время. Не догадались. В последнее месяце-два часто об этом говорю. Вот, иногда по мне там внешне можно. У меня очень много вещей, бежевых, коричневых. И вот, ну, по мне заметно, кто со мной хорошо общается, кто меня давно знает, видит часто. То есть какие цвета я, каким цветам я отдаю предпочтение. И, то есть я, безусловно, для меня при выборе цвета аккаунта будет понятно, на какие в первую очередь упадет мой глаз. Вот. Также вы там, кто-то нравится, кому-то нравится Тиффани. Вот у меня базовая группа была. Мы там с ними тоже вкратце обсуждали, как оформлять, как делать Инстаграм, как, как, что, что нужно, как стиль этот выбрать. И у меня девочка сказала, я тащусь от цвета Тиффани, и вот у меня точно все будет вот такое. У меня даже салон будет такой. Все, здесь понятно. Он будет основной или акцентный такой, то есть прям все остальные цвета, которые с ним сочетаются. Выбираем и составляем бутборд. Вот мы с вами определяемся. Мы набрали там в Пинтересте или в Яндексе или в Гугле сочетание цветов. И вам выдается огромное количество сочетаний цветов. Вот вы их смотрите, листаете, листаете, увидели. Вот я вам пример. Вот просто сочетание цветов. Скрините их себе. И дальше вы подбираете фотографии просто, которые будут вот тут есть, смотрите, такой коричневый, потом белый, просто обложки, без ничего, с текстом. Вы можете также писать себе вот эти какие-то посты с расписанием, еще с чем-нибудь, то это любые посты можно писать. Под этими обложками любые фотографии можно публиковать. Дальше обычная фотография. Потом можно тоже какую-то фотографию сделать, вот как там зеленая, да, с листом. Может быть такая же фотография с рукой еще. То есть будет лист и рука. Это легко все планируется. Например, псевдомония. Тоже зеленая. Да, да. Вот вам, пожалуй, пример от подолога. Привет, Светя. Я начала пробовать менять визуал в ленте, взяла яркие фото. Мне не понравилось, как смотрится. Разбавила белым. Вроде стало лучше, но пока мало. Буду дальше пробовать разные варианты. Да, Кать, ну, белый – это всегда очень удачный вариант. Я бы добавляла несколько цветов, разбавляла, чтобы у вас был не один цвет, а вот цвета 3-4, которые между собой бы сочетались хорошо. Их обязательно не просто разбавлять этими картинками, а чтобы в ваших фотографиях, фотографиях работ, они тоже прослеживались. В ваших фотосессиях. То есть, если вы фотографируетесь, нам же обязательно нужно, чтобы мы мелькали в ленте, помните, да, позавчерашний наш урок. То есть, чтобы хотя бы один раз в 9 постов вы были у себя в ленте. То есть, точно так же вы смотрите. Если у вас присутствует вот такой вот цвет какой-то коричневый или зеленый, вы же можете одеться в такие цвета. У вас может быть коричневая рубашка, и вы можете фотографироваться на таком молочном, там, цвет слоновой кости, какой-нибудь фон у вас будет, и вы коричневая рубашка. Супер, вы просто так круто впишетесь вот именно вот в эту ленту, которая сейчас здесь представлена. Все будет гармонично. Ну, просто нужно продумывать это сразу. Как бы так, заблаговременно. Вот, смотрите, мы с вами определились, выбрали вот эти вот цвета. Катюш, следующий. Берем программы. Сейчас, Катюш, пролистай, пожалуйста, еще два слайда вперед. Еще вперед, да? Да. Вот, все, стой. Заскримите себе вот эти программы. Это самые популярные. Они очень простые в использовании. То есть вы их скачиваете в приложении, либо в AdStory, либо в Google Play. Это приложение для планирования ленты. Туда вводите свой аккаунт, и у вас будет отражаться ваш аккаунт, который сейчас там последние фотографии, там, 6-9 фотографий будет отражаться. И дальше у вас будет пустое место по 3 фотографии в ряду. Вы будете туда добавлять вот эти вот фотографии, картинки какие-то и менять их местами. Просто пальчиком зажимаете и передвигаете. И вот так вот двигаете. Залили туда 6 фотографий и передвигаете. Смотрите, как они смотрятся. Хорошо или нехорошо между собой. Кожа рук на одной фотографии и на другой, чтобы тоже желательно сочеталось между собой. Чтобы не было такого, что у вас на одной фотографии рука красная, а на другой фотографии рука загорелая, допустим, или наоборот светлая. Старайтесь фотографировать всегда при одном и том же освещении. То есть либо это будет естественный свет, либо это будет искусственный свет. Если это искусственный свет, обязательно у вас должны быть лампочки не меньше 4000 кельвинов. Я фотографирую при 5000 кельвинах. Это такой холодный свет. Чтобы у вас минимальное искажение цвета кожи было. Чтобы не было золотизны и не было никакого такого синего цвета. Это будет прям обычный холодный белый свет. И тени не было на фотографиях. То есть лампу относительно рук ставьте так, чтобы на фотографии не падала тень. Как меня сейчас слышно? Тебя слышно, что ты жжжи. Ну это ремонт, наверное, твой. Ну, я мутих. Ну, я мутих. Да? Я знаю, что я тебе хочу предложить. Может быть, мы перезайдем? У нас осталось 8 минут. Да, давай, не успела. У нас чуть-чуть не успела. Хотя, может быть, я успею за 8 минут. Ну, еще вопросы будут? Я думаю, что лучше перезайти. Давай. Сейчас, девчонки, мальчишки, мы перезайдем. Присоединяйтесь.